Вода в фонтане остается только после дождя, но не из-за его запуска. Отвалившаяся плитка лежит по периметру всего каскада. В нем же можно заметить небольшой мусор. Такая судьба постигла фонтан около Дворца Спорта Олимпийский. Построили его в 2005 году, практически вместе с самим зданием. Ему тоже почти 15 лет. Представители Дворца Спорта рассказали, что строили фонтан в ноябре. И на качестве это сказалось. Поначалу запускали его часто. И работал он по воспоминаниям местных жителей очень красиво. В 2009 и 2010 годах были разовые включения. А после его и вовсе закрыли. Он был красивый. Вот эти струи из железных труб лились. Было красиво. Чтобы фонтан работал, чтобы он увлажнял воздух. Потому что тут рядом дорога проходит, машины, пыль. Поэтому мы, конечно, за то, чтобы фонтан работал. Ужас, что творится. Почему ужас? Потому что два года поработал и все. По идее, тут фонтан один на песочке. Больше нет фонтана. В плохом состоянии. Все ржавое. Все старое. То, что фонтан разрушается, администрация Дворца спорта знает. Но сделать с этим ничего не может. Они рассказали, что фонтан, как и само здание, находится на балансе областного бюджета. И напрямую зависит от него. Администрация Дворца спорта рассказала, что ухаживают за фонтанами по мере возможного. Например, вот эти мраморные плиты, говорят они, отваливаются практически после каждого дождя. И они приделывают их на место. Один запуск фонтана, говорят, стоит дорого. Это двигатели, фильтры и сама вода. Содержать его недешево. Вот и на выделенные деньги выбирают приоритетное направление. Например, отремонтировать крышу гостиницы рядом с Дворцом спорта. Однако фонтан все-таки отреставрируют. Реставрационные работы каскада от части фонтана планируются в рамках профилактических работ в июле месяце. Планируем до 1 августа эти работы провести. Они будут касаться именно косметики. А то, что связано с работой фонтана и, соответственно, каскадой к этому фонтану, то это дорогостоящие работы, которые требуют значительных вливаний и финансовых затрат. Но это не первоочередная задача. Вот только запускать его не планируют. И с этим есть свои проблемы. Фонтаны включали давно. И многие элементы придется не раз проверить или заменить перед запуском. Есть и другая, более важная причина, говорят представители Дворца спорта. Тут еще что-то с системой водоотведения. Когда увеличилась нагрузка на эту дорогу, почему его перестали эксплуатировать? Потому что здесь что-то было с тем, что вода начинала течь и заливать проезжую часть. Построенный в 2005 году фонтан не отработал и пяти лет. Заботиться о нем только с эстетической стороны. О возможном запуске и заикаться пока рано. И это, говорят жители, единственный фонтан на территории всего микрорайона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».